Что наша жизнь – еда, и все мы в ней проглоты. Да, друзья, на этой неделе стало известно, что в России, как сообщают РИА Новости, больше не осталось семей, которым не хватает денег на еду. Неужели вымерли? Грешным делом подумала я. Но нет, оказалось, что разбогатели. Впрочем, обо всем по порядку. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фирмак Медиа и Реальная Журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, не может быть, но Росстат на этой неделе сообщил общественности, что в России впервые за все время ее существования не осталось домохозяйств, которым бы не хватало денег на еду. Еще в прошлом году некоторые из них, а это менее процента, жаловались на острую нехватку средств к существованию. А вот в 2024-м произошло что-то экстраординарное, благодаря чему благосостояние людей выросло настолько, что они начали позволять себе и еду, и даже одежду. Правда, доля тех, кому денег хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, почти не изменилась. Не могут купить себе хотя бы что-то одно из этого, более 36% семей. Но Росстат продолжает заигрывать с населением, оперируя непонятно откуда взявшимися данными. Так, например, по итогам прошлого года, реальные доходы россиян, по мнению Росстата, выросли почти на 6%, а бедных в России стало чуть более 8%. И это минимальный рекорд за всю современную историю страны, пишут РИА Новости. Ну да, ну да. И кто же с этим поспорит? Ведь еще в мае президент страны призвал Кабмин начать бескомпромиссную борьбу с бедностью. Вот они ее и начали. Правда, пока только на бумаге. А что по факту? Многочисленные дети, в лучшем случае брошенные, в худшем убитые, из-за невозможности матери прокормить семью. И, как ни странно, последний такой случай был зафиксирован в Краснодаре. Буквально в мае этого года, когда приличная, на первый взгляд, женщина усадила свою трехлетнюю дочь в продуктовую тележку и оставила в магазине. Через два дня, когда мать нашли, она пожаловалась полицейским, что не может прокормить ребенка и забирать его обратно не собирается. Но на бумаге бедность сведена к минимуму, а людей, не хватающим денег на еду, в России больше нет. То ли бросившая свою дочь женщина не россиянка, то ли в отчете Росстата кто-то нехило обманул общественность. Хотя тут, конечно, корректнее было бы также поставить вопрос, а на какую еду хватает? Но, пожалуй, не буду. Просрочку-то ведь никто не отменял. А вот кому в последнее время и просрочку была бы в радость, так это участникам шоу «Последний герой». Я, если честно, не фанат телевизора, но ради объективности посмотрела нужный мне эфир. Оказалось, что цель программы, идущей на ТВ-3, выжить в экстремальных условиях. Ну там, червей накопать и пожарить, листочки с дерева пощипать, а если повезет, то и на чье-нибудь мясо замахнуться. Это-то и произошло в четвертой серии реалити, где один из героев, не сумев побороть соблазн обеда, поймал выдру, выпотрошил и съел. Выпуском уже заинтересовалась прокуратура. Соответствующее заявление в надзорный орган написал один из телезрителей. И что в этом такого, спросите вы? А я вам отвечу. Во-первых, выдра была занесена в Красную книгу. И когда два года назад зверька впервые заметили в Алтайском заповеднике, об этом написали сразу все местные СМИ. Потому что это событие, это экосистема и часть нашего с вами будущего. Но благодаря героям голодного проекта ничего этого в России уже не будет. И ладно бы они голодали по-настоящему, ну там потерялись, не знали, как выбраться и когда придет подмога. Но ведь нет. Их голод искусственный. И странно, что организаторы проекта на начальном этапе не объяснили участникам, что животные, занесенные в Красную книгу, это как бы табу. А во-вторых, сами допустили в эфир серию о жестокости своих же игроков. Вот и получилось, что рука руку не вымыла, а себе же в ногу и выстрелила. Кто теперь побеспокоится последним героем, пока не ясно. Но в безопасности он точно не останется. А между тем, на этой неделе в Министерстве труда заговорили о новой инициативе. Там предложили поднять минимальный размер оплаты труда до 22 440 рублей, что на 16% превысит сегодняшний уровень МРОД. Это, по мнению главы ведомства Антона Катякова, поможет выжить в условиях постоянно растущей инфляции и не пересечь границу бедности. Тем более, именно об этом так много и часто говорил президент. Я вам напомню, что к 2030 МРОД должен достичь 35 тысяч рублей в месяц, а до этого времени расти со размерной так называемой медианной зарплате. Короче говоря, если все пойдет по плану, то показатели как бы более чем реальные. Но ведь если поднять на чуть-чуть МРОД и при этом не сдержать цены на макарошки и коммуналку, то вся идея-то обнуляется буквально вмиг. Да что там макарошки, вы новые госпошлины видели? И знаете ли вы, что теперь обратиться в суд будет мало того, что страшно, так еще и необоснованно дорого, потому как подача искового заявления имущественного характера теперь будет стоить заявителю 4 тысячи рублей, апелляция 3 тысячи, а госпошлина по экономическим искам вырастет до 10 тысяч для физлиц и до 60 тысяч для юридических. И ладно, если дело вы выиграете и сможете взыскать эти деньги с ответчика, а если нет? Но я вам больше скажу, выдача исполнительного листа теперь тоже станет платной. И вот после всего этого хочется задать один вопрос. Как вы думаете, какой? Как выжить на 22 тысячи? Ну это-то да, но я хотела обратить ваше внимание на Конституцию, которая закрепляет за каждым из нас право обратиться в суд. Вот только получается, что право-то останется, а денег на это право нет. Но самое интересное, что инициатива, это как пишут некоторые СМИ, исходила вовсе не от правительства, а спустилась из Верховного Суда, где с апреля этого года главенствует и властвует однокурсница нашего президента Ирина Подносова. Именно она выступила за индексацию госпошлин, размер которых не увеличивался последние 15 лет. А во вторник на сайте Верховного Суда появился и пресс-релиз, полностью поддерживающий корректировку размера судебных пошлин. Я вам больше скажу, там даже приведено обоснование такой поддержки инициативы, одно из которых дословно гласит, «Сбалансированный размер государственной пошлины будет стимулировать добровольное исполнение сторонами принятых на себя обязательств. Перевожу на русский. Пошлины достигнут таких размеров, что идти в суд станет накладно и дешевле будет урегулировать спорную ситуацию миром или другим альтернативным способом». Помимо этого, написанного в релизе, правительство позаботилось и о доступности новых госпошлин, поэтому ввело возможность их оплаты в рассрочку с отсрочкой или с определенными льготами, считай скидками. Но мы с вами не дети-сироты и не дети, оставшиеся без попечения родителей, поэтому на льготы нам с вами рассчитывать не придется. А там и до очередной сегрегации недалеко, где функция разбирательства в суде будет доступна только для богатых, а бедные, видимо, будут по старинке, как в 90-е сбитой вышел, долги отдали. Я ни в коем случае ни на что не намекаю, ни к чему не призываю, просто моделирую, и дай бог, чтобы я ошибалась. Зато в Госдуме не ошибаются никогда, по крайней мере так думают сами парламентарии. На этой неделе депутат Милонов выкатил новую инициативу, согласно которой предложил запретить фильмы и сериалы про 40-летних одиноких мужчин. Но не про всех, а только про тех, что являются холостыми, бездетными и при этом счастливыми. Внимание, цитата, которую приводит издание Life. Если у мужика в 40-44 года нет ни жены, ни детей, есть серьезный к нему вопрос. И этот вопрос может быть весьма неприятен этому человеку. Конец цитаты. Ну, с одной стороны, как бы да, но с другой стороны, мужик оценил свои возможности, реально посмотрел на будущую картину мира и решил, да мне как бы и одному нормально, на хлебушек с маслом хватает, на платье Диор даже копить не придется. И в чем он не прав? И почему после этого его непременно нужно записать в ряды ЛГБТ? Ведь он нормальный, просто не идет на поводу у Милонова. Кстати, вся эта тема возникла не с пустого места, а в ответ на призыв уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, которая призвала запретить на законодательном уровне пропаганду одиночества и отказ от традиционных ценностей. По ее словам, именно тогда разводов в нашей стране станет значительно меньше. Кстати, в своей второй программе в субботнем выпуске я расскажу вам, как и почему омбудсмен по детям Мария Львова-Белова плевать хотела и на свою коллегу из Татарстана, и на ее озабоченность разводами. Думаете, двойные стандарты? Да, конечно, и вы не ошибаетесь. Если интересно, обязательно посмотрите, как быть парнославной, простите, православной, но даже не пытаться скрыть свои отношения с олигархом. Ну, на этом у меня все, друзья. Спасибо, что провели это время в компании со мной. Но я хочу вам сказать, что на нашем основном канале Ермак Медиа на этой неделе выйдет новый проект. Николай Ермаков съездил в Краснодарский край для того, чтобы снять спецпроект про коррупцию. Там, как оказалось, есть очень интересные участки, которые решили отжать москвичи. Посмотрите, будет интересно. Ну, а мы увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.